Не только экономика. В насыщенном графике госвизита Нурсултана Назарбаева в Пекин сегодня значилось и выступление с лекцией. Около 600 слушателей и преподавателей партийной школы при ЦК Компартии Китая собрались в самой большой своей аудитории. Основные тезисы лектора Назарбаева в материале Даниэра Рамазанова. Совместная фотография и запись в книге почетных гостей. Лекторов такого уровня в этой партийной школе можно встретить очень редко. Отсюда и полный аншлаг в зале. Обращение в будущее. Такие лекции президентов стали уже хорошей традицией. Си Цзиньпинь во время визита в Казахстан выступал перед будущим Казахстана студентами Назарбаева университета. Сегодняшние слушатели под школой Китая это завтрашние проводники курса Компартии Поднебесной, отметил Нурсултан Назарбаев. Но будущего, как известно, нет без прошлого. Поэтому свою лекцию президент Казахстана начал с поздравления с 70-летием победы в войне против японского милитаризма. Тем более, что она имеет прямое отношение и к Казахстану. Мне стало известно, что именно мемориалы вечной памяти воинам, павшим в битвах за освождение Жанбе, Харбине, Чанчуне, Шаньяне, Даляне, Манчжоули, Люишуне, не только символ победы и самопожертвования, но и наглядный пример единства народов мира перед лицом общих угроз. Выражаю искреннюю благодарность правительству Китая от лица всех соотечественников за увыковечивание памяти и казахских солдат, которые погибли на китайской земле. Годы лишений, страданий, ратные подвиги героев навсегда останутся в нашей памяти. Мы должны всегда высоко чтить, прославлять каждого солдата той войны. Наша историческая миссия – предотвратить повторение подобных трагедий, выступать против искажения исторической действительности. Рост экономики в 90 раз за 30 лет. Экономическое чудо Китая уже сейчас является предметом изучения и примером для подражания со стороны других государств. Тем выгоднее такое соседство и для Казахстана, к тому же задачи, стоящие перед нашей страной, не менее глобальные и амбициозные. Наша ключевая задача – превращение Казахстана в один из крупнейших деловых транспортно-логических финансовых хабов Азии. Планируется создание мультимодальной транспортной магистрали, евразийский транснациональный коридор. Запущен процесс учреждения Международного финансового центра Астана. Мы рассчитываем привлечь как минимум 10 транснациональных корпораций, перерабатывающих сектор для производства экспортных товаров. Принятый в этом году нами план нации «Пять институциональных реформ» предусматривает дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности формирования благоприятного бизнес-климата. Залог стабильного экономического развития в современном мире – кооперация и интеграция, отметил Нурсултан Назарбаев, завершая свое выступление, подчеркнув при этом важность того, что наши страны выступают единым фондом по многим вопросам международной политики. Дания Рамазанов, Шан Сю, при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан из Пекина, 24 КЗ.